Пацаны, не нарушаем традиции, первые 100 комментариев с кайфом отлайкаю. Ой, друзья, не знаю, как вам об этом сказать, но сопротивляться бесполезно. Я в прямом смысле завишу от этого дерьма. Руки сами идут и собирают это СБЧ на гарантированного кумира. Да, ребята, третья сборка легенды у меня на канале. Три дня осталось у нас всего лишь, и, естественно, за эти три дня я успею собрать эту сборочку. Все-таки мне не дает покоя та мысль, что мне во втором гарантированном паке упал пуёль. Ну, это просто катастрофа. Хуже дропа просто быть не могло. То есть это карточка, которая в теории даже никак не будет играбельной у тебя на ПЗ. Да, мне до этого падал Роналду, которого стоит 2 миллиона, но все равно на сборочку тратится дохерища монет. И хотелось бы, чтобы третья сборка окупилась. И сегодня я готов играть силой мысли. Я уверен, что карточка, которая сегодня упадет у меня в СБЧ, будет играть в моем основном составе. Я в это верю. И чего бы мне это ни стоило, эта карточка будет, опять же, в основном составе у меня до конца фифы. Ну, не до конца, конечно. Но какое-то время точно она будет в основном складе. Засекаем время. Я пошел собирать СБЧ. На это мне потребуется 5 тысяч миллиардов лет. И, друзья, крайне не рекомендую никому повторять данный мув. Потому что это СБЧ стоит 560 тысяч монет. А вы представляете, насколько это много? За 560 тысяч может сколотить просто боевой состав. Так, в первую сборочку у меня улетают Бруно Фернандеш и Дебрюно. Как говорится, прос-эф, пацаны. Но контент превыше всего. Так, чуваки, у меня тут есть куча наборов. Но я их сохраню до ближайшего промо. Но есть два пака с информами, которые я скрою прямо сейчас. Чтобы вы понимали, вот только сейчас вышла новая команда недели. И я понятия не имею, кто там вообще есть. Вот такой внезапный прикол я решил для себя сделать. Будем смотреть. Бразилия. ЦЗ. Филиппы, 86 рейтинг. Наверное, не самая плохая карточка, которая могла упасть. Вот так вот в первую секунду я решил открыть. Так, пентеки есть. Йоу. Кристианин Бентеки. Блин, я бы с ним фановый ролик записал бы. Минкс, который звездочку получил. И Филиппы. Давайте сразу же продам я его за 50 тысяч. Вот так вот сразу же выставлю. Так, и второй набор с четырьмя информами. Блин, это херовый волкаут. Сразу видно. Франция, ПП. Кто ж ты такой в файвере? Похож на Банерфа, кстати, чем-то визуально. Реально похож какого-то сына его. Да, второй нас не порадовал пакетик. Ну и тут Кристианин Бентеки упал второй. Блин, а команда недели, конечно, бодрая была. Там был Месси, Канте. Но, конечно же, эти ребята нам не светят. Так, ну и предпросмотр давайте вскроем. Я слыхал, тут кумиры падают. Я грустный пошел смотреть, что же есть в предпросмотре. А там сумасшедший подарок от канадцев. Ференц Пушкаш. Ну, кстати, учитывая, что это предпросмотр, наверное, это не так уж и плохо, Томас Мюллер. И Гриллиш еще нихуя себе нормально так предпросмотрел, блять, пак за 150 фапоинтов. Ну опять ЛП, ну серьезно, ну сколько уже этих серебряных ЛПшников? Ну просто жесть. Яшники как будто специально травят нас этим. Фух, друзья, вот это я заебался, скажу вам честно. Опять же, эти четыре сборки делают просто с нуля ебанешься. Так, ну что, третий кумир в моем составе. Очень сильно переживаю, не хотелось бы вляпаться в дерьмо, честно. Волнение прям очень сильное. Все, давайте, пожалуйста, Яшники, открываем. Давайте я попытаюсь угадать, кто это. Пусть это будет Патрис Вера. Вот так вот, попытаюсь угадать. Друзья, у меня очень плохие новости. Это дубликат. Он не отправляется. Я вижу мельком, что он не отправляется в клуб. У меня будет инфаркт, если это пуйоль, блядь. О, я боюсь открывать глаза, друзья. И, ладно, все. Я осмелился. Нихуя! Добрый вечер! Это охуительно! Блядь, сила мысли, ребята! Сила, мать его, мысли! Че я вам говорил? Че я вам говорил? Этот парень будет в основе. Вот с каким настроем нужно идти открывать эти паки. Это просто фантастиш, блядь. Вы понимаете, насколько все круто? Я переиграл эту игру. Потому что Десаи у меня есть продаваемый. И он в основе. Вот это дроп. 700 тысяч. Добрый вечер. Это охуительно. То есть, получается, у меня три сборки. Две сборки. Просто шикарнейшие. И одна сборочка отсоснейшая. Что за подкрутка такая охуительная от ИШПОРТС в этом сезоне? Этот чел у меня был в основе, ребята. И теперь у меня есть он. Untradeable. Это же просто охуительно. Я хуй знает, что добавить. Я просто в восторге от того, что мне сыпятся в этих сборочках. Так. Сразу же ему давайте якоречка накинем, чтобы чувствовал себя как дома. Ой, друзья. Ну, это прям лайк. Жду от вас пальца вверх за такой прекраснейший дроп. Так. Десаи. Давайте посмотрим, сколько он стоит. 725 тысяч монет. Так, чуваки. Я на радостях собрал три пака с гарантированным информом из текущей команды недели. Там есть за кем поохотиться. Поэтому давайте рискнем и попробуем поймать что-нибудь. Так. Это вроде хуевого лкаут. Германия. Форвард. А кто там? Ну, понятное дело. Так. Второй пак с гарантированным информом. Ну-ка. Нет. Ну, это тролли. Это бланку. Собака. Блядь. Ну, четыре огонька было штинделя. И вы знаете, в этом году мне везет не только в FIFA, но еще и в CS-очке. Вы посмотрите на эту красоту. Что вы видите у себя на экране? Нож-бабочка. Казалось бы, без скина. Но какого-то хрена этот ножик стоит, ребята, 80 тысяч рублей. Так же, как и второй нож-бабочка, который стоит 30 тысяч рублей. Я думаю, что многие уже слышали эту невероятную историю о том, как мне упало две бабочки за 10 кейсов. Вместе с перчатками, прошу заметить. Полный ролик вы можете увидеть на моем втором канале. Ссылочку я оставлю в описании. Если кому интересно, перейдите, посмотрите. И суммарно вот так вот я 100 тысяч налутал с кейсов. В FIFA везет, в CS везет. Я не знаю, что за фантастика происходит. На меня какая-то светлая аура наконец-таки упала. И давайте по фану 10 кейсиков откроем. Возможно, на моем YouTube-канале будут люди, которым интересен весь этот движ. Давайте. В погоне за третьей бабочкой. Назовем вот так вот этот отрывочек. Но падает нам полная хуйня. Конечно, наверное, не стоит ни на что рассчитывать. Хотя на это ГБН и рассчитывал, что мне упадет две бабочки. Я такой, ууу, пойду еще кейсики открывать. Наверное, он на это и рассчитывал. Блин, Дигл пролетел. Но в любом случае, как бы там ни было, поймать две бабочки за 10 кейсов, мне кажется, это шанс один на миллиард. Но тут уже мое лудоманство берет вверх надо мной. И я все равно продолжаю щелкать эти кейсики. Давайте один кейс скипнем. Опа, нифига себе, нормально я скипнул. Глок в водяную пал, статтрек. А что по качеству? Немного помошенное. Сколько стоит? Сколько стоит? Стоит 1400 рублей. Добрый вечер, как говорится. Половину затрат на этот кейс опенинг я уже окупил. Что тоже довольно-таки неплохо. Я говорю, друзья, что это какой-то я лакер. Наверное, стоит в казино сходить разочек. Потому что то, что происходит в этом сезоне со мной, это прям что-то невероятное. Вообще, наверное, сейчас найдутся люди, которые будут писать. Эй, го, дальше записывать кейс, все такое. Но я играю примерно как бот, поэтому наверняка вам это не очень будет интересно. Хотя при этом винстрик у меня хороший, посмотрите, в соревновательном режиме. Но по большей части я играю в режим Danger Zone. Тут у меня отлеющий волк. И наиграло тут нормально, хочу вам сказать. У меня 555 побед в этом режиме. Кто-то вообще этот режим не считает за что-то играбельное в кейс. А я вот такой дурачок сижу и регулярно играю в ДЗ. В общем-то, ребята, вот такой вот видосик получился. Внезапно с FIFA мы перешли в кейс. Немножко поэкспериментировали. Если вам понравился этот видос, оставьте Лукас. Напишите что-нибудь в комментариях. А с вами был я, Пандос Фиксович. И мне до сих пор везет. Что я могу сказать? Я этому безумно рад. И жду следующую сборочку на кумира. Чао, какао.